Тренировки В общем, это означает то, с какой скоростью вы выполняете ту или иную часть упражнения. В принципе, любое упражнение можно разделить на три или четыре составляющих, в зависимости от того, будете вы включать начальную фазу движения или не будете. То есть, у нас есть начальная фаза, фаза сокращения мышцы, точка наивысшего сокращения мышцы и фаза расслабления. Вот такие вот четыре составляющих, из которых состоит абсолютно любое упражнение. Это будет проще и нагляднее сразу показать выполнение одного и того же упражнения, например, подтягиваний, но в разном темпе. Сначала мы сделаем его в темпе 0-1-0-1, то есть у нас не будет паузы в начальной и в конечной точке движения, и подниматься вверх и опускаться вниз мы будем максимально быстро. И второй вариант я покажу, который это будет 0-1-0-4, то есть у нас не будет опять же пауз в начальной и конечной точках. Мы будем взрывным темпом подниматься вверх и медленно на 4 секунды на счет 1-2-3-4 опускаться вниз. Вот как это будет выглядеть. Субтитры сделал DimaTorzok Окей, теперь вы знаете, что есть несколько вариантов выполнения упражнений, то есть есть разные темпы. Но что делать с этой информацией, да? В каком случае спросят один темп, в какой другой? Есть несколько ситуаций, которые определяют ваш выбор. Во-первых, все зависит от ваших целей. Если ваша задача сделать как можно больше повторений, то, соответственно, и темп вы выбираете как можно больше взрывной. Таким образом, на каждое повторение будет уходить меньше сил, меньше времени, и вы сможете делать упражнение дольше. Если же ваша цель не количество повторений, а именно качество, то есть проработка мышц, сухожилий, то вы, наоборот, выбираете более медленный темп, и, соответственно, время под нагрузкой у мышцы становится больше, она получает большую нагрузку. Особенно, если вы увеличиваете время выполнения именно негативной фазой, когда мышца под нагрузкой расслабляется. Еще раз напомню, что наши мышцы построены таким образом, чтобы сокращаться. То есть, вначале природа их задумывала, чтобы они сокращались. Соответственно, если вы делаете акцент на расслаблении мышцы под нагрузкой, то это совершенно непривычный для нее вид стресса, который дает больше эффективности, чем обычное сокращение. Вот почему негативные повторы на самом деле это довольно полезная штука. Ну, и также стоит отметить, что некоторые упражнения в принципе невозможно выполнить в определенном темпе. Например, все возможные клиометрические повторения, подтягивания, отжимания с хлопками. Там, где вам нужно оттолкнуться от поверхности и взлететь. Вы не сможете сделать это в медленном темпе, потому что просто не сможете развить необходимую силу, необходимую скорость для того, чтобы у вас появился вот этот момент полета. Что еще будет влиять на выбор вами темпа, в котором вы выполняете упражнения? Естественно, будет влиять ваш уровень подготовки. Потому что чем быстрее вы выполняете упражнения, тем больше требуется навыков, тем больше требуется опыта, тем больше требуется мышечной координации. И если вы только начинаете выполнять какое-то упражнение, то наоборот стоит делать его как можно медленнее, чтобы ваши мышцы запомнили правильную технику, правильное положение, правильную траекторию движения и все в этом духе. Потому что, опять же, когда вы будете это делать быстро, у вас не будет столько времени на то, чтобы понять, что именно вы делаете и делаете ли вы правильно. И очень частая ошибка новичков, когда они только начинают заниматься, им хочется сделать побольше, они не обращают так много внимания на технику и просто стараются делать как можно быстрее, чтобы у них набралось нужное количество повторений. Это неправильно и бессмысленно. Всегда, когда вы делаете упражнение, смотрите за тем, как вы его делаете, и за тем, чтобы нужные мышцы были под нагрузкой, и вы чувствуете это нагрузка на всем протяжении движения. Не нужно гнаться за скоростью. Со временем, когда вы оточите движение, когда вы станете мастером всех базовых вещей, вы сможете увеличивать темп абсолютно без каких-либо негативных последствий для техники и для ваших тренировок. Но вначале всегда делайте либо в медленном, либо в нормальном темпе, просто чтобы научиться, чтобы запомнить, как делать правильно. Ну и, наконец, третий момент, который будет влиять на то, какой темп вам следует выбрать, заключается в том, в каком темпе вы, в принципе, привыкли тренироваться. То есть, опять же, когда вы делаете одно и то же упражнение в одном и том же темпе в течение длительного времени, ваш организм привыкает к исполнению этого упражнения именно в таком темпе. И уже каждое повторение не приносит такого результата, как которое оно приносило раньше, потому что ваш организм адаптировался и старается тратить как можно меньше ресурсов. Поэтому для того, чтобы дать ему новый стресс и новый стимул к росту, просто поменяйте темп при обычном упражнении. Если вы делали все медленно, начинайте делать в взрывном темпе. Если вы привыкли все делать быстро, пробуйте, наоборот, делать очень медленно. И вы увидите, что нагрузка действительно поменялась, и упражнение стало делать гораздо сложнее. И ваши мышцы, если они уже давно не болели после тренировки, могут снова начать болеть. Именно потому, что вы дали организму совершенно новую нагрузку, к которой он не адаптировался и не был готов. Поэтому в течение еще какого-то времени это будет эффективная нагрузка. Ну, а потом нужно будет снова что-то менять в тренировке. И, собственно говоря, так происходит всегда. Нет какой-то единой универсальной программы тренировок, следуя которой вы будете постоянно прогрессировать. Программа тренировок и ее составление – это процесс. И об этом еще будет много видео на канале. Но суть в том, что вам нужно постоянно внести какие-то корректировки. Смотреть, что работает, что не работает именно для вас. И только так вы доберетесь успеха. Последние два момента, о которых я хотел сказать сегодня. Во-первых, это супер-медленный темп. И в чем его преимущество? На самом деле, главное преимущество заключается в том, что если вы делаете упражнение очень и очень медленно, то это позволит вам быстрее научиться связывать мозг и мышцу. Довольно сложно понять, но если вы начнете делать, вы поймете. Потому что, выполняя упражнение медленно, вашему мозгу приходится в течение более длительного периода времени отправлять сигналы в мышцу о том, что ей нужно сокращаться. Таким образом, вот эта вот связь между мозгом и мышцей, она сильнее устаканивается, сильнее, становится сильнее, становится прочнее. И затем сможет делать упражнение в быстром темпе, но с уже наработанной техникой. Поэтому, если вы до сих пор по какой-либо причине не делаете в своих тренировках медленных упражнений, медленных повторений, обязательно начните их делать. Ну и второй момент – это проблема эго, о которой я, в принципе, уже немножко сказал в середине видео, но хочу заострить на ней еще раз внимание. Потому что очень многие, когда приходят на площадку, они думают не о том, зачем они действительно сюда пришли, а думают о том, что о них подумают другие люди, которые тоже занимаются на площадке. И поэтому это останавливает очень многих от того, чтобы делать упражнение в медленном темпе. Потому что одно дело – ты сделал 5 повторений в медленном темпе качественных, а другое дело – сделал так 15 подтягиваний, кое-как натрыгал, но зато все со стороны кажется, что ты сделал 15 подтягиваний. Выкиньте этот бред из головы. На самом деле вы приходите на площадку только с одной целью – чтобы стать лучше, чтобы стать более сильными, более здоровыми, в конце концов, более красивыми. И это единственное, о чем вы должны думать. Забудьте вообще о других людях, если они есть на площадке. Вы занимаетесь ради себя, и вы должны делать упражнения таким образом, чтобы они приносили максимальный эффект вам. И не важно сделать там одно повторение, или два, или пять, или десять. Со временем, когда силы будут приходить, когда вы будете становиться сильнее и сильнее, то и количество тоже придет. Но само по себе количество, я уже неоднократно об этом говорил, оно вообще бесполезно. Ваша задача – тренировать мышцы. Ваша задача – создавать им стрессовые условия. Такие, чтобы у них был стимул к дальнейшему росту. Вот и все. Поэтому не думайте о количестве повторений. На этом все на сегодня. Я надеюсь, что это видео оказалось вам полезным, и после сегодняшнего просмотра вы сразу же пойдете и попробуйте выполнять привычные упражнения, но в новом темпе. Как всегда, ставьте лайки, пишите вопросы или комментарии, если таковые появляются. С вами был Антон Кучумов, и до встречи в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok